Воспоминания рядового 87-й пехотной дивизии вермахта Хельмута Крессмана о боях в районе Ржева весной 43-го года. Несколько дней назад разведка Иванов ночью не смогла взять языка, боевое охранение, но удивление оказалось бдительным и засекло группу русских. Поднялась стрельба и русские откатились назад, обошлось без потерь с нашей стороны. Но наутро обнаружилось, что у нашего фельдфебеля пропал отличный аккордеон, на котором, кстати, этот недоносок не умел даже играть. Вроде он его выиграл у какого-то из штабных в карты. Мы поначалу радовались и смеялись, так и надо этой крысе, которого мы ненавидели и который нас каждый день гнал насмерть, чтобы выслужиться и получить хоть какую-нибудь фронтовую награду на костях солдат, что легли в рыхлую ржевскую землю. Если мы ничего не можем сделать ему, ну хотя бы русские смогли ему насолить. Но потом стало не до смеха, в отличие от него, у Иванов нашелся человек, умеющий играть на инструменте, и он играл часто и каждый день. Ежедневно мы стали из своего окопа слушать, как он играет русские песни, а потом следовал минометный арт налета русских, и у нас кто-то погибал. После обстрела аккордеончик опять начинал играть. Только одну, но короткую песню, какие-то охи и вздохи, мы не могли понять, что он поет. Каждый день это повторялось, кто-то погибал, а русский снова играл. Ефрейтер Пампель даже притащил из столового блиндажа переводчика, который перевел нам слова песни русского, и получилось что-то вроде «Ох, ох, ох, вот и Фрит сегодня сдох». И действительно, мы стали считать, что это злой рок, и кто-то умирал, и он начинал петь свою чертовую песню. Мы стали ассоциировать этого русского и аккордеон со смертью. Мы невесело шутили о том, что кто его убьет, тот получит отпуск домой и железный крест. Здесь, под Ржевом, солдатам приходилось выдумывать себе какую-то цель на ближайший день, чтобы выжить и не сойти с ума. Вот и нам не нужна была ни Москва, ни другие столицы мира, нам нужен был этот аккордеончик. Может цель всей войны уничтожить его? Как только его найдет пуля, может и войне конец? Звучит как бред, но нам уже не до шуток. Опять арт налет, и мы вжимаемся в землю и в грязь лицом, лишь бы не зацепило. Налет закончился, и в соседней окопе раздаются стоны и предсмертные крики. Русский достал аккордеон и начал опять играть одну и ту же песню. Ох, 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 вот и фриц сегодня сдох. Мы все мечтаем его уничтожить. Из воспоминаний Хельмута Кресмана Воспоминания штаб Си-Фрейтера 113-й пехотной дивизии 6-й армии вермахта, обояв в Сталинграде в сентябре 42-го года. Чтобы удержать две занятые нами улицы и Большой дом культуры, советов, захваченные нами вчера, не было сил. Русские постоянно контратаковали. Люди таяли на глазах. В каждом отделении был недокомплект личного состава на 40-50%, а к вечеру убыль могла превысить и все 60%. Было решено отдать русским одну улицу, но удержать дом культуры, с чердака которого можно было корректировать огонь нашей артиллерии, а также с него отлично просматривалась вся местность. Также было решено удержать ту улицу, которая была ближе к Волге и к переправам русских, через которые они постоянно перебрасывали свежие силы в город. Но у советов на этот счет были другие планы. Они обходили наши позиции, используя канализацию и подвалы, и часто неожиданно появлялись у нас на фланге или того хуже, в тылу. Меня включили в роту фельдфебеля Пушна и отправили прочесать все подвалы в округе и при необходимости очистить их, а потом найти взвод саперов, чтобы заминировать подвалы и выходы из канализации по периметру нашей обороны. Я считал, что это пустая затея. У такого большого города очень развита система подземных коммуникаций, и такими ограниченными силами, которыми мы располагали, было невозможно все перекрыть. Прочесывая дома и подвалы, мы постоянно находились в ожидании неминуемого нападения, но пока было относительно спокойно. Спокойствие продолжалось недолго. Когда Руди Рихтер забрасывал гранату в очередной подвал, они почти мигом вылетали к нему обратно, выброшенные из подвала русскими. Не было ни времени отбежать или укрыться и отбросить ее в сторону тоже. Когда Руди наклонился, чтобы ее откинуть, она взорвалась прямо у него в руке и оторвала кисть и часть руки. О боже, как он кричал! Нам не дали опомниться и отойти от шока. Русские контратаковали вдоль все улицы и быстро заняли те дома, в которых мы защищали подвалы. Руди кричал от безумной боли из-за тех, когда пуля попала ему в горло. Те, кто выжил в этой перестрелке, включая меня, отбежали за песочную насыпь. Мы ждали либо темноты, либо когда к нам подойдет на поддержку еще хотя бы одно отделение, чтобы под их огневым прикрытием мы смогли отойти. Мы высовывались из песочной насыпи и стреляли. Потом мы увидели страшную и отвратительную картину. Русский махал из окна рукой нашего солдата и кричал «Ауфидерзейн!». Он издевался над нами и махал кистью нашего Руди, словно это была тряпичная кукла. У нас не было возможности наказать этого варвара за его жестокую усмешку. Мы находились под огнем и не могли прицельно стрелять в ответ. Из воспоминаний Мартина Заухеля Воспоминания Йохана били рядового 96-й пехотной дивизии вермахта. О всего трех днях, проведенных в России, ранения и непонятные немцу русской душе. Только сейчас я понимаю, насколько мне тогда везло. Почти два года я служил в столице Норвегии, Осло, в частях полевой жандармерии. Служба была непыльная, полноценный оклад, паек, увольнение, знакомство с местными девушками и посиделки в кафе. Я был тогда молодым, глупым и горячим, не ценил того, что у меня было. В начале зимы 42-го года я перебрал с местным вином, опоздал из увольнительной и повздорил со своим командиром. Я был не согласен с выговором, перевел разговор на повышенные тона, наговорил лишнего, и он написал рапорт о систематических нарушениях мною, воинской дисциплины. Мне опять повезло, меня не отправили в какой-нибудь трудовой или испытательный батальон, что практиковалось в вермахте, как я узнал после войны. Для меня придумали нечто другое. В своем рапорте командир Хадатайсов о моем переводе во фронтовую часть. Рапорт подписали, и меня ждали окопы Восточного фронта. В 42-м уже мало кто туда рвался. Даже несмотря на оптимистические сводки по радио и фронтовые альманахи, которые крутили в кинотеатрах, в солдатской среде было достаточной информации о том, как там на самом деле. Я попал в 96-ю пехотную на Ленинградский фронт. Мне опять можно сказать повезло, я был в России всего три дня. Как только я прибыл в расположение своей части, после эшелона и двухчасовой поездки на грузовике по ужасным проселочным дорогам и получил у коптера на складе оружие, обмундирование и сухой паек, личному составу было объявлено, что завтра батальон, которому я приписан, будет вместе с полицейскими частями принимать участие в прочесывании леса и антипартизанской операции. За два дня я не успел даже обжиться и познакомиться со всеми солдатами из своего отделения, а уже предстоял боевой выход. В целом, операция не представляла из себя ничего существенного и запоминающегося. Полдня мы бесцельно бродили по болотам и лесам, искали следы и схроны оружия партизанских формирований. Я промок и промерз, не сделав ни одного выстрела, ни по кому, да и некуда было стрелять. Ближе к вечеру нам удалось блокировать маленький отряд русских лесных бандитов. Их было трое, они сидели возле костра. Они понимали, что им некуда бежать, и мы перекрыли единственную тропу, а вокруг были болота и непроходимая торпь. Старший нашей группы, Ефрейтор Хельмут Фосс, крикнул русским бросить оружие и поднять руки. Они подчинились. Русские мы сидели возле костра, а Фосс проводил допрос на месте, узнавал откуда они, какой численности у них отряд, и есть ли рядом еще партизаны. Один из русских смотрел на меня и улыбался, странной и совсем неприятной улыбкой. Фосс их допрашивал, а русский все продолжал улыбаться и смотреть на меня. Потом неожиданно раздался взрыв. Помню крики, стоны, чей-то плащ, и то, как солдаты из моего отделения тащат меня раненого через лесную чащу. Как оказалось, русские безропотно сложили оружие, но один из них незаметно умудрился положить ручную гранату в костер и замаскировал ее золой и дровами. Пока шел допрос, корпус кожуха гранаты прогорали и плавились, а потом огонь добрался и до Тола, и произошла детонация. Ефрейтор Фосс так и не закончил допрос, был сражен осколком и погиб. Пара русских тоже получили тяжелые ранения, и их, конечно, никто не стал спасать. Я получил тяжелые осколочные ранения ноги. В госпитале рано никак не хотелось заживать. Пришлось сделать три операции, чтобы спасти ногу. Меня комиссовали, а я был уже непригоден к службе. Зачем русские это сделали? Они ведь знали, что и сами пострадают от взрыва. Мне до сих пор это непонятно. Кстати, я уверен, что гранату в костер положил этот русский, который улыбался. Он точно все знал и просто ждал. Всего три дня на Восточном фронте, но достаточно, чтобы сделать далеко идущие выводы, почему командованию вермахта понадобилось на это несколько лет. Три дня на Восточном фронте мне хватило. Поступок этого русского показал, что нам никогда их не победить. В этих людях нет логики, нет страха, но очень много того, что просто невозможно объяснить словами. После этого случая я отчетливо понимаю, почему для Германии было самой большой ошибкой ввязываться в войну на Востоке. В России немецкий солдат не мог найти ничего для себя хорошего, кроме вот таких вот улыбок, от которых бросает в дрожь. Из воспоминаний Йохана Биллия. Ну а у нас на сегодня все. Обязательно пишите свои комментарии, что вы думаете. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И нажмите на колокольчик. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok